Русский и советский поэт, драматург, киносценарист, кинорежиссер, киноактер и художник. Один из наиболее значимых русских поэтов 20 века. Классик советской литературы Владимир Маяковский. Маяковский не сразу начал писать стихи. Сначала он собирался стать художником и даже учился живописи. Слава поэта пришла к нему после знакомства с авангардистами. Владимир Маяковский работал во множестве творческих объединений, а еще писал в газеты, выпускал журналы, снимал фильмы, создавал пьесы и ставил по ним спектакли. Владимир Маяковский родился в Грузии в 1893 году. Будущий поэт учился в гимназии и брал уроки рисования. С ним бесплатно занимался единственный кутаистский художник Сергей Краснуха. Когда волна Первой Российской революции докатилась и до Грузии, Маяковский еще ребенком впервые участвовал в митингах. В 1906 году, когда Владимиру Маяковскому было 13 лет, умер его отец от заражения кровью. До конца жизни поэт боялся бактерий. Всегда носил с собой мыло, брал в путешествие складной таз, возил с собой деколон для обтираний и тщательно следил за гигиеной. После смерти отца семья оказалась в тяжелом положении. Маяковский вспоминал. «После похорон отца у нас три рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было». В московской гимназии юный поэт написал свое первое, невероятно революционное и в такой же степени безобразное стихотворение и опубликовал его в нелегальном школьном журнале. В 1909 по 1910 годы Маяковского несколько раз арестовывали. Он вступил в партию большевиков, работал в подпольной типографии. В заключении под стражу Маяковский прочитал множество книг. Он мечтал о новом искусстве, новой эстетике, которая будет в корне отличаться от классической. Маяковский решил учиться живописи, сменил несколько преподавателей и через год поступил в Московское училище живописи. Он вновь писал стихи, от которых его новые товарищи были в восторге. Авангардные авторы решили объединиться против эстетики старья. И вскоре появился манифест новой творческой группы. Пощечина общественному вкусу. Владимир Маяковский интересовался не только поэзией и живописью. В 1913 году он дебютировал в театре. Сам написал трагедию Владимир Маяковский. Сам поставил ее на сцене и сыграл главную роль. В этот же год поэт увлекся кинематографом. Начал писать сценарии. И спустя год впервые снялся в ленте «Драма в кабаре футуристов номер 13». К сожалению, картина не сохранилась до наших дней. Во время Первой мировой войны Владимир Маяковский состоял в авангардном объединении «Сегодняшний лубок». Его участники Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Илья Машков и другие рисовали патриотические открытки для фронта, навеянные традиционным народным лубком. Для них создавали простые красочные картинки и писали короткие стихи, в которых высмеивали врага. В 1915 году Маяковский познакомился с Осипом и Лилий Брик. Это событие в своей автобиографии поэт позже отметил под заголовком «Радостнейшая дата». Лилия Брик на долгие годы стала возлюбленной и музой Маяковского. Он посвящал ей стихи и поэмы и даже после расставания продолжал признаваться в любви. В 1918 году они вместе снимались для картины «Закованная фильмой». Оба в главных ролях. В ноябре того же года прошла премьера пьесы Маяковского «Мистерия Буф». Ее поставил в Театре музыкальной драмы Всеволод Мейерхольд, а оформил в лучших традициях авангарда Казимир Малевич. Мейерхольд вспоминал о работе с поэтом. Маяковский был сведущ в очень тонких театральных, технологических вещах, которые мы знаем, режиссеры, которым обучаются обычно весьма длительно в разных школах, практически на театре. Маяковский всегда угадывал всякое верное и неверное сценическое решение, именно как режиссер. Революционный народный спектакль, как называла его переводчица Рита Райт, ставили еще несколько раз. Спустя год началась напряженная эпоха окон роста. Художники и поэты собирали горячие темы и выпускали агитационные плакаты. Их нередко называют первой советской социальной рекламой. Работа шла напряженно. И Маяковскому, и его коллегам не раз приходилось задерживаться допоздна и работать ночью, чтобы выпустить партию в срок. В 1928-29 годах Маяковский написал сатирические пьесы «Клоп» и «Баня». Обе премьеры прошли в театре Мейерхольда. Поэт был вторым режиссером. Он следил за оформлением спектакля и работал с актерами. Начитывал фрагменты пьесы, создавая нужные интонации и расставляя смысловые акценты. Обе пьесы вызвали ажиотаж. Одни зрители и критики видели в произведениях сатиру на бюрократию, а другие – критику советского строя. «Баню» поставили лишь несколько раз, а после запретили до 1953 года. Лояльное отношение властей к главному советскому поэту сменилось прохладой. В 1930 году ему впервые не одобрили выезд за границу. На поэта стала яростно нападать официальная критика. Его упрекали за сатиру по отношению к явлениям, якобы побежденным, например, той же бюрократии. Маяковский решил провести выставку «20 лет работы» и представить на ней результаты своего многолетнего труда. Он сам отбирал газетные статьи и рисунки, расставлял книги, развешивал по стенам плакаты. В день открытия зал для гостей был переполнен. Однако, как вспоминал Бромберг, на открытие не пришел никто из представителей литературных организаций. Да и официальных поздравлений поэта с 20-летием работы тоже не было. Непризнание усугубила личная драма. Владимир Маяковский, влюбленный в Полонскую, требовал, чтобы она ушла от мужа, бросила театр и поселилась с ним в новой квартире. Как вспоминала актриса, поэт то устраивал сцены, то успокаивался, потом снова начинал ревновать и требовать немедленного решения. Одно из таких объяснений стало роковым. После ухода Полонской Маяковский покончил с собой. В предсмертном письме он просил товарища правительства не оставлять его семью. «Моя семья — это Лиля Брик, мама, сёстры и Вероника Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо!» После смерти Маяковского весь архив поэта отошёл Бриком. Лиля Брик пыталась сохранить память о его творчестве, хотела создать мемориальную комнату, но постоянно натыкалась на бюрократические препоны. Поэта почти не издавали. Тогда Брик написала письмо Иосифу Сталину. Своей резолюции Сталин назвал Маяковского лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи. Резолюцию напечатали в правде. Произведения Маяковского стали издавать огромными тиражами, а его именем называть улицы и площади Советского Союза. Своей резолюции цели в боёв, а мы в боёв и сами. И на седей, и на седей, и на седей тюрьма по столу с волкой пала. Эй, в эту тюрьма блестит во что попало. А не в стол и хочет столь, велеть тупая стольница. Но во вну бездарю волк овощей без волка. Веди всегда, веди везде собней отмечить волка. Веди и не поди волкей под водом волк. Волк. Веди 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok